Я был наблюдателем, наблюдал за определенным сектором. Старшие уже говорили, что делать. Либо наблюдать, либо открывать огонь на поражение. Я действовал не по своей инициативе, я действовал по приказу. Каждый день все больше украинских военных бросают оружие. И большинство из них говорят, что только водили машину, заправляли снаряды или корректировали огонь. Я был наблюдателем, наблюдал за определенным сектором. При выявлении какого-то движения в данном секторе докладывал о рации старшим. Старшие уже говорили, что делать. Либо наблюдать, либо открывать огонь на поражение. А стрелял кто? Рябцев Александр. Я только наблюдал и корректировал огонь. То есть вы стреляли просто на огонь? Грубовая, да. Сколько человек таким образом вы убили? Примерно до 10. Бывшие украинские солдаты сам говорят, что самые безжалостные участники боевых действий в основном националисты. Те, кем движет идея уничтожения русского населения на Донбассе. Слава нации! Смех урага! Сим, дай, юзеркес, китер, юген, бесед! Слава нации! Слава нации! Слава нации! Я воював. Я воював 17-ти роки. Я укроп, я нацист, я воював против ДНР. А они нам не нужны. Когда украинские тайники зайдут в Донецк, они будут знищены. Батальоны типа Донбасс, Азов, Айдар. То отмороженные как. Как вы это понимаете, что отмороженные? Ну, потому что по их поведению видно. Какое поведение? У нас в войсках поведение более чего-то придерживаемся. А те злоупотребляют алкогольными напитками, наркотическими веществами, ведут себя неподобающе. И неудивительно, ведь по словам мужчины, в рядах неонацистов-батальонов особый контингент. А им какое-то замечание делали в командовании? Или как они вообще? Как нам рассказывали, потом уже, что это как типа карманные батальоны, как купленные просто наемники. Именно такие в большинстве своем стараются нанести больше ущерб пожизненно необходимым коммуникациям и гражданским. В 19-й день спецоперации Донецкую республику настигло горе, более масштабное, чем даже трагедия на Бассе. Именно такие дни подтверждают, что агрессия украинской стороны должна быть остановлена на корню. А неонацизм уничтожен навсегда, чтобы геноцид мирного населения в Донбассе наконец-то прекратился.